Здравствуйте! Вопрос о длительности жизни. Раньше, по свидетельствам Библии, во времена Адама, ближайшие его потомки, жили по 900 лет. Кто-то больше, кто-то меньше. Во времена Ноя уже все это снизилось до 600. Авраам прожил 174 года, если не ошибаюсь, и это уже считалось много. А потом все меньше, меньше, меньше. И срок жизни постоянно сокращается. А вот сейчас немножечко снова приподнимается средний срок жизни. И вот приводит пример Псалом Давида, в котором говорится, что такое жизнь человека 70 лет, если в силах 80 лет. И много в них трудов и болезней. У нас сейчас средний срок жизни 70 лет. Некоторые доживают до 90, до 95, до 92, до 94. И много в них трудов и болезней. Так вот вопрос, чем можно объяснить такую тенденцию к сокращению продолжительности жизни? Ну, собственно говоря, об этом и в Библии сказано. В какой-то момент Господь взял и сказал, что будет у них 120 лет, положил такое ограничение. Надо сказать, что, наверное, в свои аще в силах 100 лет мы, может быть, достигаем большего, чем люди достигали во времена Оны за 300, за 500, за 900 лет. Более, может быть, жизнь такая стала иная, насыщенная и знаниями, и всем остальным. Вы понимаете, допустим, наш современный ребенок идет в школу. Там за 10 лет в него учителя умудряются впихнуть столько знаний, без особого насилия над его личностью. А что такое знание? Это опыт предыдущих поколений. Но во времена Адама предыдущих поколений не было. Этот опыт нужно было нарабатывать. И поэтому наш школьник, который сегодня заканчивает 11 класс, да, у него жизни опыта нет, но знания-то у него колоссальные. Просто огромные, энциклопедические, по сравнению с тем, что знали люди тысячу лет назад, когда, в общем, безграмотность была всеобщая. Они были, конечно, грамотные, я уж так округляю просто. Да даже на нашем веку. Я очень хорошо помню, что, когда я учился уже в старших классах, там, 10 класс, мои родители говорили, что мы такого в школе не проходили, что вы проходите. Сейчас, я смотрю, мои дети закончили школу, двое из. И тоже я смотрю, что они там изучают, но, боже мой, я такого не проходил, что-то я не помню такого. Понимаете, вот так вот получается, что за вот эти же годы детям дают больше и больше знаний. Это опыт предыдущих поколений накапливается. И получается, что мы за короткую свою жизнь все-таки больше успеваем, усваиваем, перерабатываем, иное что-то выдаем следующим поколениям, чем это могли сделать люди, которые жили во времена Ноя, например. Поэтому срок жизни сокращается, незачем нам так долго жить. Кроме того, живем-то мы как? Экология, неправильный образ жизни, естественно, сокращается. Но медицина это как-то компенсирует. Мы сейчас очень хорошее медицинское обслуживание имеем. И нас как-то там лечат, и латают, и как-то вытягивают нас из болезней. Эпидемии не стало, все это профилактика, все это медицина, все это. Плюс гигиена, мы все-таки питаемся с Вами, например, водой пользуемся. Она, может быть, там хлоркой пахнет, но там, по крайней мере, нет каких-нибудь бактерий, чумы или еще какой-нибудь гадости. Там все это убивается. И поэтому, в общем-то, мы с Вами эпидемии на корню как-то замораживают. Слава Богу, прививки и прочее. То есть медицина, в общем-то, развита у нас сейчас хорошо. Поэтому, в общем-то, мы живем достаточно много для того, чтобы и пожить, и духовно как-то окрепнуть, и увидеть, что такое. Вот побыл ты ребенком, потом ты побыл родителем, потом ты побыл дедушкой или бабушкой, внуков понянчил. И потом уже и правнуки у тебя пошли. Ну все, ты уже все. Что еще надо? Вот старики, которые живут до 90 лет, очень часто тяготятся своей жизнью и хотят уже, чтобы поскорее Боженька забрал. Почему? Потому что там уже и папа, и мама давным-давно, и бабушки, и дедушки, и тети, и дяди, и знакомые, и друзья все, которые в молодости были, они уже все на том свете умирали. И дети некоторые уже туда ушли, и все то, что человека связано так или иначе с его юностью, молодостью, с его жизненной вот этой, когда все было, все целое пахло, весна его жизни, вся она уже там, а он все еще здесь. И он понимает, что я никому, собственно, не нужен. От жизни я отстаю, жизнь очень-очень быстро, динамично развивается, я уже не успеваю за всем этим. И в 90-90 лет люди очень устают от жизни и говорят, все, я пожил, хватит, я уже туда хочу. И все. Так что это даже милость Божья на самом деле. Вы меня спрашиваете, чем можно объяснить такую тенденцию к сокращению продолжительности жизни? Незачем. Незачем жить. Достаточно вот за эти годы всего увидеть, все испытать, все понять и все выводы для себя сделать. А дальше зачем? А дальше пора тебе, как пирожок из печки, вынимать тебя и туда, в Царство Божие. И там будет жизнь вечная. А здесь ты формируешься в этой жизни, как в утробе Матери. Человек в утробе Матери 9 месяцев формируется, а вот здесь, в утробе этой жизни, 90 лет. 9 десятилетий. Красиво. Там 9 месяцев, здесь 9 десятилетий. Сформировался и все, хватит. Пора покидать этот мир, переходить в иной. И там уже жизнь вечная. Бывают, конечно, преждевременные роды. Но ничего, Господь там все поправит. Таким вот образом, дай Бог вам дожить до ста лет. Помогай Господь!